Внимание! Марш! Первыми стартовали самые юные участники всероссийской гонки. Кто-то из них встал на лыжи впервые, а кто-то держался достаточно уверенно. Родители сопровождали и подбадривали своих героев на протяжении всей дистанции. Давай, 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 сынок! Давай, вторым идешь, впереди только шипулем! Давай, давай, давай! Внимание! Марш! Забег среди юношей 99-го года и старшей прошел особенно эмоционально. Проехав буквально несколько метров после старта, Александру Кузьмину пришлось на время сойти с лыжни. Парень планировал уйти в отрыв и сломал палку. Но благодаря духу и спортивному характеру, лыжник гонку продолжил. Правда, лидеров догнать уже было сложно. Ну а вообще как планировали, наверное, за пьедестал побороть? Да не за пьедестал, но хотя бы залезть в двадцатку. По старту остается десятку, может побороться. Ну, точнее, уже меньше, уже девять. Ну, после вот того, что произошло, что настроение потеряно? Да почему нет? Нормально все, что бывает такое. Всероссийские соревнования по традиции прошли на базе первой спортивной школы. В этот день на лыжи встали не только бичане, но и жители Белокурихи, Бийского, Целинного и Смоленского районов. Для многих участие в таких масштабных соревнованиях – это уже победа. Дышится привольно. Погода, праздник, настроение шикарно. Михаил Иванович, так что все здорово. Всем рекомендую настоятельно. Лыжи – это вообще что-то. Да, мне кажется, у всех прекрасное настроение сегодня. Недаром у нас и Олимпиада, и тут как раз лыжня России. Весь биск мобилизовался, и все вышли на старт. После пересечения финишной прямой каждый лыжник получил шапку с символикой. А победителям и призерам вручили медали, дипломы, а также памятные призы. Специально для гостей и участников соревнований работала полевая кухня. И все желающие могли отведать блинов, подкрепиться гречневой кашей и согреться горячим чаем. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий.